Ну, во-первых, ему нужны квалифицированные врачи. Жилой – нет. Ну, худеваешь от происходящего. Ну, я думаю, что читмиль тоже не помешает нам. Это ваша лень! Груша – это ваша лень! Вот избавляйтесь от нее! А всем ребятам хочу сказать, давайте, ребят, удачи вам, топите. Жир. Жанна? Нет! 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 Всем доброе утро. Какой день? А день сегодня, Вазир, особенный. 35 лет назад один очень хороший человек посетил эту планету, короче. Это я. Только сегодня с утра узнали, что у него день рождения. К сожалению, ему мы подарок не приготовили. Но я думаю, что у нас будет возможность реабилитироваться, и мы его поздравим. Олеся свое слово сдержала и поехала выбирать подарок для Тарзана. Я хотела гантелю такую, как копилка. Есть же такая, да? Ну, тоже говорят, ну, как он ее же с собой домой не заберет? Ну, как он, на самолет, правильно? Да. Можно семейку достать? Вот для темноты. Ой, вообще, Тарзану будет чудненько спать. Какие же тут запахи, зараза! Конфет может, Тарзану. Тарзану бы, наверное, сейчас курочку гриль. И все бы были счастливы. Все. Пойдем на кассу. И хотя настроение сегодня праздничное, финальное взвешивание все ближе и ближе. Расслабляться участникам некогда. Два дня осталось до взвешивания. Волнительный момент сейчас. 90% думают, что вес не сделали. Я тоже, в том числе. Кстати, мы вчера взвешивались без вас. Но айтем не показывал нам результат. Сказал только Исмаил, типа, вес набрал, а остальные так. Ну, сказал, что сегодня 7. У нас вес, нам кажется, стоит. Режим поменялся. Из-за этого переживают. Если вес не задымет, то будет вообще беда. Я делаю все возможное. А к чему это приведет, то он осудит, короче, весы их. Они же не только на вес смотрят. Они же понимают, что вот у меня, например, и я физически. Куда мне прыгнуть в вашу голову? Последние дни я помогаю вот усилу тренировки для того, чтобы мы платили на тренировках и потом не плакали на взвешивании. Чтобы достичь результата, придется поднажать. Пора на утреннюю тренировку. Айтем приготовил для ребят что-то новенькое. Так, ребят, разгоняемся, разогреваемся. Можете сразу перчатки взять, ребят. Ребят, пошли. Меня посмотрите, ребят. Я не говорю по одному удару, Юш. Вот на месте стоим, бьем. Как с гантельками работали мы. Пошли. Сейчас я чувствую, что вот он, тот момент, которого я ждал, он наступил только сейчас, что я начал к любым нагрузкам привыкать. Пошли, пошли. Темп поймайте. Темп, ребят. Не надо силы увеличивать и уменьшать. Одним темпом, одним темпом. Нас на выдох. Не торопимся. А теперь потихонечку меняем, ребят. 10 секунд прямой поработали, нижний поработали, боковые поработали. И меняем. Давай, 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 давай. Работаем, работаем, работаем. Что-то новое и интересное. Дыхалка хорошо работает. Испотел, по-моему, больше всех. Ну, как сказать, больше всех. Из всех тренировок вот это самое позднее, по-моему. Все это прям бомба тренировка по боксу. Давай, 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 давай. Сразу, сразу, сразу снизу бьем. Снизу. Мне так неудобно, как мне делать. Надо учиться. Ты бьешь силой рук только. Если ты корпус будешь подключать, у тебя вес большой, ты сносить будешь. Окей. Вот. Вот. А давай, вот. Телом, весом бери, весом. Мне кажется, или ты занимался боксом? Чуть-чуть. Да? Кажется, ему чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть, да? Техника поставлена хорошо. Обратите внимание. Так, короче, кто против Игоря вышел? Никто. Короче, Нингис, я вчера такое сказал. Да, я понял. И ускорили. Давай, 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 давай. Корзон, работай. Держим, держим. Стоп. Молодцы. Хорошо. Пошли по кругу, дышим. Все хорошо. Я сегодняшний день куриц бросил. Ребят, хочу отдельных аплодисментов. Фингис с сегодняшнего дня больше не курит. Официально могу сказать, если кто-то увидит сигареты в зубах, что делать? Смело может на губах потушить у него. Да. Договорились? Да, да, да. Договорились, ребят. Всех касается. Спасибо. Говорю, для меня самая крутая тренировка лежачая. Отжимания, я могу ноги задирать, что угодно делать. Вот, пожалуйста, что хотите. Лишь бы только не стоять, спина не уставала. Единственное, вот Аня подошла ко мне, расплакалась. Даже начала думать о том, чтобы самостоятельно уйти. Ну, во-первых, я ей объяснил. Я говорю, ну, пока есть возможность. Нужно максимально поработать, максимальный результат показать. Удаться всегда успеет человек. Вот так вот ходит. И пошел. Думаю, ну не ругай ты, слава богу, буду делать хотя бы так. На грушу посмотрите, представьте, что это вы. Толстые. Это ваша лень. Труша, это ваша лень. Вот, избавляйтесь от нее. Девять. Не могу. Девять. Девять. Стоп. 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 Молодцы. Спасибо за тренировку, ребята. Молодцы. Хорош. Андрей, тушка. Тушка. Молодец. А? Вдохнуть? Я тебе могу в этом помочь? На тот момент, что ты можешь некоторые вещи делать, которые ты раньше не делал, он тебя прям бодрит. И тренер бодрит. Нехило. Здесь не погоня за весом. Я наблюдаюсь за их психологическим состоянием. На данный момент третья неделя тренировок, а ребята уже проснулись. То есть они уже более-менее заряжены, даже исходя из тренировок начали качественно выполнять упражнения. Время упражнения достаточно хорошо увеличилось. То есть, о чем это говорит, что у ребят энергия поднялась. Организм полностью перестроился. Я думаю, тренировки будут легче. Тяжело. Мышцам тяжело. Ребята привыкли, когда их держат. Казалось бы, поначалу им это не нравилось. Кто-то с этим смирился, потому что осознанно знали, куда и для чего они пришли. Кто-то знал, куда они пришли, но не думали, что будет так жестко. Опять же, у нас такой короткий срок. Не было времени у нас, чтобы учить их дисциплине, как, что. Мы просто их сразу же закинули, скажем так, в этот хазан и начали над ними работать. Жанна! Мир! 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 Тренировка была и правда мощная. И хотя усталость дает о себе знать, участники не тратят свободное время зря. Юса, например, успел и английским позаниматься. Ты пошел в зал заниматься? Да, да. И сценку для актерского мастерства отрепетировать. Наша колхоза очень богата. Одна лопата и та сломата. Одна лопата и та сломата. Под барабаны пойдем Под барабаны пойдем Раз Два Три И давай тут ты начинаешь петь После этого начинаешь петь Очень добрый парень Здорово То есть Сначала Вот так И потом Прислушались Продлили номер, добавили что-то новое Леонид подсказал, где-то помог Каждому из нас совет дал. Мы прислушались Будем по-новому. Другие участники Тоже продолжают готовиться к выступлению Каждая команда на индивидуальном Занятии получила сегодня Ценные советы и замечания Подчинить, подредактировать Привнести, вдохновить И так далее и тому подобное Максимально направлено на то, чтобы освежить Укрепить все это, да? Какой бы есть материал Надо, как это, знаете, десять ассоциаций кинуть А к одиннадцатой прикоснуться Ну то есть следующие десять начать разрабатывать То есть сначала просится слезоточивое Вот это вот все сентиментальное Грустное, папастное А может быть здесь включается что-то Что-то вообще, как понять, весенняя копелька И это другие смыслы приобретает Надо просто его найти Это тоже в домашнем здании Механика, такая хореография Знаете, чем проще надо будет, тем сложнее Что-то вот такое там все вместе танцевать Это за общей грязью незаметно будет А вот это вот простенько перейти вроде бы Вот тут надо будет репетировать Так, переходы Подумать над смехом Проанализировать музыку Подумать над смехом и отрепетировать Это очень важно А немного у нас сегодня Хорошо Вы же хотите других удивить? У нас задумка-то она хорошая Ее так доработать прям вообще Видишь, как-то Леня он уводит это Более в такое, значит, в позитивчик А я бы наоборот еще бы прям щути Чтобы прям весь зал рыдал Просто это же все еще подгонялось Под минимум, да? Текст под минимум, ну, движение Чтобы это все не нужно было репетировать Перемещаться и так далее Вы это видели? Ну у нас же это копипаст Что мы с этим делаем будем? Капец, сразу так все категорично Категорично Надеж, хочешь, правильно? Так а почему? Что не так? Думаю Думаю, думаю, если мы делаем Повтор То тогда уж надо его делать Знаете, конечно Так шпарить, что Прямо тут наяривать надо В хорошем смысле Сначала я расстроилась Конечно, что сценку нашу Так восприняли, что она уже Ну, типа где-то была Что не сами придумали Ну ладно, это их проблемы, это не мои Главное, нам нравится Кого-то хорошо, у кого-то плохо Банальные слова говорю, но Это факт, потому что Есть прям видно, как команды какие-то Первые, да, вот эти Какие-то дозаряженные И чего-то хотящие принести А есть Пришли так, пофилонить Вообще интересно наблюдать Как уже Не Целиком Группа А когда вот по командочкам разбились И явно те, кто успели Нашли время просто Поговорить и обсудить Сговор, у нас так говорили Сговор Вы сначала сговоритесь А потом вы там уже Смыслы Хотя бы, чтобы вы друг друга понимали Общались И классно, что Есть прям Такие сцепки А есть Как будто за последним разом Ну так, проскочить пытаются Я думаю, что Если не на финал, то Просто по жизни пригодится Людям Участник Творчество творчеством Но обед точно по расписанию Строгий рацион и режим Одно из главных правил проекта Приятного аппетита, ребят Сегодня Галухар в столовой заметила Говорит А что вы все заходите с такими Говорит А мы, прежде всего После тренировки Убежали сразу Там, наверное, актерская Ну и что Там 15-20 минут Что-то туда-сюда бегать И сидишь И вот мы в столовку все заходим Все мечтаем Быстрее поесть Что-то прям вам тяжко все Тренировка была тяжелая или нет? Ну, надо решить ему шатать 40 минут только перчатками бахтется Вмахать Я просто уже надеюсь Что туалете, которая до проекта Которая вечно от маски какие-то искала Ее уже не будет Самое тяжелое Это вот поменяться Ну, я сам в шоке Что все получается Ну, помимо зала Надо с едой завязать Все надо убрать Питания оно на самом деле Очень много Значит Да, ну да, сегодня у нас были крылья И почему-то салат со свеклой И свекла с крыльями Сегодня просто повар-бог Ну, не повар, а тот, кто компоновал это все Ну, я думаю, что читмил тоже не помешает Маленькую Маленькую Ну, какой читмил? Сегодня даже именинник выговор получил За самостоятельный выбор обеда А что, у тебя же день рождения Тебе можно было три положить к курице? Ну, да, да А? Капусту взял ты Я ему хотела добавить мясо Оказался? Он сам себе наложил капусту Я тебе дам самодеятельность Завтра день рождения пройдет Хотел помочь Наоборот, что не судим Это же всегда что Хочешь как лучше получается Как всегда Удеваешь от происходящего Нет, не всего хватает Нет, нету тухого Чтобы мне не хватало чего-то Как-то разом говорит Мяса не хватает Мне все хватает на данный момент Все отлично Мне лишь бы сделать вес Не буду врать Первые две недели Мне в плане питания Было очень сложно Но я промолчал Я не поддавался этим Ведь даже не попал Просто терпел, терпел Но все еще кушать хочется Правильное питание Это непросто А сдерживать свои желания сложнее вдвойне Особенно, когда вокруг так много провокаций Это мне жена отправляет, а? Что это? Сечный какой Жена поехала на дачу Тебя нужна? Стык, картошечка Чистая Вот такие еще можно смотреть Еще Еду смотрят Для интереса попроси каждого Зайти в инстаграм Вот интересно У каждого еда Тикток или в инстаграме там Смотрим Еда выходит Когда вот Ты прям смотришь Но все извращения говорят на меня Но не знаю Это как-то умудряет меня Вот Нормально Когда вот смотрю на еду Мне вот хорошо становится Особенно Вот По суше скучаю сильно И смотрю вот Видео всякие В инстаграм заходишь Там это В рекомендациях Киевс и все такое Выходит Бургеры Справиться со всеми ограничениями И тоской по дому Получилось не у всех участников С одним из них нам придется Попрощаться уже сегодня А с кем? Узнаем на вечерней тренировке Хочу заранее предупредить ребят Вторые две недели Когда завешивание будет Не ждите космических результатов Я даже больше скажу Сомневаюсь что у кого-то Даже минус 10 будет Плотно нам нужно работать Там по пальцам посчитать Это Алексей Это Шухрат Раван уже в принципе Эту стадию прошел Это Юса Тяжелый На сегодняшний момент У нас и даже не Алексей И даже не Раван И даже не Шухрат Ребят Самый сложный сегодня У нас Дамир Ну в принципе наверное Обратили внимание Что у него и вид Постоянно больной Постоянно человек болеет Постоянно то, пятое, десятое Много разговаривает Это тоже я считаю Один из таких моментов Да, Дамир Ехать настроен? Это неизбежно? Да Поэтому сейчас Нам нужны квалифицированные врачи Здесь их к сожалению нету Поэтому приняли решение Чтобы не усугублять Скажем так ситуацию Мы отправляем вас в столицу В Астану Я уже дальше будем работать Последнюю тренировку Я не пропустил Давай Давай Он как бы услышал Что домой летит У него сразу улыбается Настроение хорошее Просто не выдерживает Физически может даже и выдержал бы Просто у него Понимаете вот Взять любого участника Взять его физику Взять его психологическую составляющую И где-то что-то как-то балансирует Ребята Взять Дамира 80% Тяжело В направлении психологии 20% Тяжело В направлении физики Если бы он психологически был бы более-менее Собранный И Знал бы куда он идет То ему было бы намного легче Последний день сегодня Видите меня Здесь Было принято решение Что мы его отправляем не в Уральск домой Потому что он сам не будет лечиться Это я 200% знаю В Астане сейчас Встретят наши врачи Опять повторно Пройдут полностью Глубокое обследование Если нужно Положат его В клинику Где До нашего приезда Более-менее Поправят его здоровье А потом опять Он зайдет в команду На дальнейшую трансформацию Здесь же Здесь не клиника Здесь нет квалифицированных врачей А там это В принципе Все есть Поэтому рисковать мы не можем Ни его здоровьем Ни в целом Командой От этого никуда не уйти И переживать об этом Нет смысла Так что все спокойно Как говорится Что бы ни делалось Все делалось к лучшему Значит нам так надо Ребят Попрощайтесь с Дамиром Он выкатывал сейчас будет Здоровья Дамир, давай Дамир, давай Поехали Показывай Удачи Удачи Всем тоже удачи С хорошим результатом Вы все похудели Наш тренер говорит А это мало У всех, у которых много веса Это не говорится Что вы здоровы Мы все как-то больные Из хорошего жизни пришли К этому весу У всех разные проблемы были Торзан Еще раз днем рождения тебя Спасибо А остальным это А чашники будут Лучше Давай же Нет Без них Остальным ребят Давайте Я вас верю Всем Здоровья И успехов Тебе в аэропорт Надо прыгать? Мы тебя тоже верим Мы здоровы Тебе в аэропорт Всем прыгнуть Всем пока Прощай Пошли Раз Два Три Четыре Пять Слушай Уже даже не чувствуете, да, пятерка? Первые дни крыхтели все Шесть Семь Восемь Восемь Девять Десять Стоп И пор сразу Держи Дышим 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 Глубже Не дает дышать Даже его Давить Пять Шесть Десять Выдох На каждом Выдох Глубже выдыхайте Еще раз Раз Два Поднимаем Выдыхаем Отпускаемся Вдох делаем Давай Лично Я уже говорил Что я приехал сюда пахать Поэтому Можешь стеснуть зубы Дальше Делать все, что надо Выкладываться по максимуму Если остальные пашут час Я должен пахать два часа Если остальные Вот Уходят через час Я должен остаться еще на час Тогда вот Я увижу результат Это Был Самый главный принцип Обратили внимание Третий день с нагрузкой И утренние И вечерние тренировки Времени мало, ребят До взвешивания Сейчас плачете Тарзан Завтра на взвешивание Спасибо скажете Встаем 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 Юса вставай Юса Вставай Вставай, говорю Зима приснится Нос отморозишь Побежали Время Сейчас Юса встанет Заново время пойдет Поднимите этого Помоги Помоги Сейчас Так постоянно Вытаскиваем Да И пошло время Заново Держим 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 Вдох Продолжаем 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 Сувок Сувок Выкладываемся Последние 15 секунд Жёстче, жёстче! Уже 20 смесло! Держи, держи, держи! Стоп! Хорошо, молодцы! Отдыхаем! Мама моя очку! Это была жопа! Всё жёстче и жёстче работают ребята, но мне это не нравится. Мне нравится то, что их энергия увеличивается с каждой тренировкой. Они этого даже не замечают. Обратите внимание на первые ролики. Просто куча массы. Сейчас уже что-то из этого создаётся. Убирай! Ребята, молодцы! Спасибо за тренировку! Арзан хорошие результаты показывает. Алексей, Игорь Шухрат. Несмотря на весовую категорию, очень достаточно хорошо ребята идут. Кирилл, молодец, да. Ну, в принципе, я думаю, все, все результаты хорошие показывают. Когда ты заходишь в зал, уже вообще другая атмосфера. Сквозь боль хочется тренироваться. Ну, я рад, на самом деле очень рад. Каждое утро я стою, в зеркало смотрю. И прям радуюсь, что я здесь. Да, что я на тренировках это делаю. Что я не задыхаюсь уже ни это. Ну, то есть я прям кайфую. И я хочу продолжать. Мы Тарзана хотим построить. Я в курсе, да? Да. Да, можно. Молодцы. Тарзан, пойдем сюда. Тарзан, можно тебя? От команды. Тарзан, мы приглашаем тебя с ним от ты. Тарзан, тебе желаем здоровья, всего самого наилучшего, чтоб ты вернулся в свою физическую форму Мы тебя хотим видеть вот таким вот. Слушай, а ты похож на Тарзана там? Да. А, нет, Тарзан, высый. Так это растут? В самое больное место. Тарзан, вот подарок тебе от всей души. И еще, еще один момент. Закрой глаза на одну секундочку, пожалуйста. Мы о тебе очень заботимся, чтобы ты даже на тренировках, если тебе вдруг надо вздремнуть... Это самое дорогое, что... Это на тот случай, когда ты на тренировках усьешь там. Надо еще слюнявчик, чтобы не забыли. А, слюнявчик забыли. Шатам, шатам, шатам. Спасибо огромное, огромное. Поздравили Тарзана с днем рождения. Ему сегодня 35 годиков. Это больше был как подкол, я считаю. Ну, ему подарили подушку для сна. Ну, надурнул шейкер и еще что-то подарили. Шутку заценил. Очень смешно было, что придумали подарить ему подушку дорожную, потому что наш Тарзанчик спит в любом удобном положении. Ну, вот, а это позволит ему спать с комфортом в любом положении. Подушка Тарзану, конечно, пригодится. Но подарки для него на этом не заканчиваются. Я бы хотел печеночный торт. Ну, вот, а, слюнявчик. А о чем мечталось? И все должны скрываться. Пойдем на ладенец. Причем-то вкуснее, чем мясо, но нежнее намного. Бомба вообще. Сходи, тут стоило пахать, говоришь. Как мало ноги, да, для счастья. Сейчас отмечаем, когда вот так, правильно? Надеюсь, что когда будет вот так, мы тоже не потеряемся и отметим через дровно 20 лет. Представляешь, я уже буду по Майами на пляже с прессом, короче. Но я прилечу все равно. Я приду к тому, чтобы, когда все старости будут ходить, песком посыпать дороги, я буду, короче, в шикарном состоянии духа, тела, улыбаться, веселиться, тусовать, короче. Обнулись и буду заново проводить и счастливые свои годы, наверное, за 100%, я уверен. Важность не сколько они скинут, а сколько они наберут после. Сейчас кто домой уедет, покушает там, или вообще кто уедет полностью, там, вес опять назад наберут. Но большая часть, я более чем уверен, что останутся в этом режиме и продолжат заниматься. Один момент, ты в социуме закрытом, который стимулирует тебя для того, чтобы ты худел. Второй момент, ты в открытом море, да, в своей жизни. И основной там момент научиться там плавать. Здесь все понятно. Здесь тебя пилит тренер, ты выкладываешься на максимум, потому что, ну, я бы этого не делал никогда. Здесь у тебя определенное питание, которое, ну, полезное, правильное. Я, возможно, где-то бы и пренебрегал этим в жизни, да? Вообще, я думаю, что проект мне открыл очень много возможностей, очень много. Ну, теперь будет все только зависеть от меня. Первый день пойду на жизнь, наверное. Все-таки, конечно, дальше. Смысл я месяц, например, держал, и типа потом прервать это все. Лучше, как начал, до конца идти. Ну, фантазировать можно много. Я могу сейчас рассказывать на камеру, что я там приду, я там... Ну, хочется верить, что я, ну, сдержусь. Ну, буду помнить, что я не зря здесь вот это херячу. В любом случае, надо не откладывать, а сразу по приезду купить абонемент сразу же. То есть даже можно с аэропорта поехать и купить его, чтобы не говорить, завтра проснулась, вот это вот завтра уже надо убрать. Надо делать все сегодня и сейчас. Пусть мечты сбываются. По крайней мере, у каждого из участников есть все шансы дойти до своей цели. Ребят, сейчас мы раздадим вам листочки с ручками. Первое задание, которое вам сейчас предстоит сделать, подумайте немного, сосредоточьтесь. Это задание... Вам нужно написать все свои страхи, которые вы на сегодня испытываете, чувствуете, которые вам мешают преодолевать цели, которые постоянно либо вас мучают, либо вы об этом вспоминаете и откладываете их на потом, не хотите туда входить. Подумайте о своих страхах. И сейчас мы раздадим листочки, и каждый для себя. Можете сосредоточиться, повнимательнее, посерьезнее отнеситесь, напишите все свои страхи, которые вы испытываете, чувствуете. Нет, переписывать не надо. Смотрите, эти мысли вы несете какую-то часть времени, отрывок жизни, да, они у вас в голове, этот страх. Вынести его из своей головы на листочек, просто освободите свое сознание, свой разум от этой мысли. Касаемо семьи, касаемо денег, касаемо своего здоровья, касаемо родных, касаемо будущего страха, они разные. Какие бы вам ни казались они смешными или нелепыми, но если он есть, он есть этот страх. И даже маленький страх мешает сделать шаг вперед в будущее, так как мы боимся. Чем лучше вы сейчас сосредоточитесь, чем больше вы напишите своих страхов, тем лучше будет ваша, ну, глубока будет ваша проработка, сбавиться от этого. Некоторые даже поделились своими способами борьбы со страхом. Я вас научу бороться с вашими страхами. Когда я был маленький, короче, я домой ходил через железную дорогу, через мост. И там было очень темно, и далеко было идти. Я постоянно шел, короче, один и боялся идти. И это так было, так длилось, ну, полгода, может, даже больше. Но в один день я устал просто от этого всего. Сорвал две палочки какие-то, и представил, что это мечи, короче, а я там самурай, короче, готовый порубить на все, что угодно. Ты представился героем, да? Да, да, все, что выскочит из тьмы, я готов просто порубить это в капусту, грубо говоря. И начал свои страхи вызывать на себя. Не стал я ждать, пока оттуда что-то появится. А начал просто вызывать все свои страхи на себя. Когда мне было лет 16, 17, 18, меня постоянно во сне как будто душили. Постоянно за мной кошки, собаки во сне бегали. Ты просыпался, да? Змеи, да, просыпался. Они либо кусали меня, либо царапали. Потом мне бабушка дала один совет. Сказала, это твои враги. Типа, борись с ними. Ни в коем случае. Либо убегай, либо убивай их. Я понял, что, ну, когда я ложусь спать, опять я вижу сон. Я понимаю, что это мой враг. Я либо придумываю себе, что я какой-то супергерой реально. Я придумываю, что ты какой-то силе, да? Либо я просто убегаю, не даюсь. У нас там, где я живу почему-то, на доме часто пауки, и в дом заползают. И то есть я просто, допустим, прочитал, что в Саратове нет ядовитых пауков. И, грубо говоря, перестал их бояться. Я как 18-летний, я только в взрослую жизнь. Ухожу, мне как-то местами страшно в взрослую жизнь. Входить, смотреть, как все, каждый должен выживать в этом мире. Или тебя сожрут, или ты их. Я живу сегодня, здесь и сейчас. Потому что завтра еще не наступило, а вчера уже не будет. Иногда стоит не бояться делать шаг назад. Дамир сегодня покидает проект. Надо лечиться, надо себя в порядок приводить. Для чего мы приехали. Так что давайте всем еще раз удачи. Вам главное, ребят, тоже не болейте. Всем пока. Ну что, Астана, встречай. Кто заказывает еду ночью? Я думаю, какой-то жаробасик поедет домой. Не знаю, что сказать. Черт, я не могу, я не хочу уходить. Так, ребят, у нас новый участник. Он скажет, я в жизни видел все, но такие долб... Я не видел никогда. Я тебе по башке что-то стучу. Я тебе все... Алексей! Да ебры стыда, да? Бесит уже. Полчил, на что нарвался. 200 берби. Вы меня извините, конечно, ребята, но это мне не нравится. Да будет бокс. Субтитры сделал DimaTorzok